С начала года на территории области зарегистрировано 141 пожар, из которых 108 пожаров приходится на жилой сектор. В результате произошедших пожаров погибло 13 человек, из них трое детей. Постадало 4 человека, спасено 5 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров уменьшилось на 41%, то есть в 2017 году произошло 100 пожаров за аналогичный период. С начала текущего года в многоэтажных домах произошло 3 пожара, при котором погиб 1 человек. По сравнению с прошлым годом за аналогичный период количество пожаров остается одинаковым. Также произошло 3 пожара, также погиб 1 человек. На территории областного центра насчитывается порядка 20 жилых зданий повышенной этажности, которые имеют высоту более 28 метров от нулевой отметки поверхности земли или с числом 10 этажей и выше. По этажности здания классифицируются на высотные здания с числом этажей 26 и более или имеющие высоту более 75 метров. Здания повышенной этажности, имеющие высоту 28 метров и более многоэтажные здания с числом этажей от 6 до 10 этажей, среднеэтажные здания с числом этажей 4, 5, 6 этажей и малоэтажные здания с числом этажей от 1 до 3 этажей. Основными опасными факторами для таких зданий является отсутствие оснащенности средствами противопожарной защиты, системы оповещения по безопасной эвакуации людей, противодымной защиты, отсутствие первичных средств пожаротушения, а также отсутствие подъездных путей и наружных источников противопожарного водоснабжения. У нас сложилась такая обстановка по городу, что большинство замкнутых дворов, где имеются или расположены многоэтажные жилые дома, зачастую на въездах либо в арках встроены и устроены шлагбаумы, либо бетонные и железобетонные блоки, которые препятствуют для проезда пожарных автомобилей и другой специальной техники. Чтобы облегчить проезд пожарных автомобилей и ускорить своевременное прибытие сил и средств пожарных подразделений, необходимо данные шлагбаумы, те же самые железобетонные блоки убрать, чтобы проезды были свободными. Зачастую противопожарная защищенность объекта заключается в оснащенности систем противопожарной защиты. Как я уже упомянул ранее, это наличие, если здания относятся к повышенной этажности, то в них должны иметься системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения по безопасной эвакуации людей, противодымные защиты, а также первичные средства пожаротушения, то есть огнетушители. А также соблюден ряд мероприятий, направленные на обеспечение безопасности при эксплуатации систем газоснабжения, электроснабжения и так далее. Хотел бы напомнить жителям нашего города, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена статья 410 Кодекса об административных правонарушениях, согласно санкциям которой на физических лиц предусмотрено предупреждение, либо штраф в размере 5, на должностных лиц субъектов малого предпринимательства до 15 МРП, месячных расчетных показателей, на субъектов среднего предпринимательства 25, месячных расчетных показателей и крупного предпринимательства 50 месячных расчетных показателей. Также вместе с тем предусмотрена и статья 292 Уголовного кодекса Республики Кастан. В случаях, когда предусмотрен состав уголовного пронарушения. Во-первых, в зданиях повышенной этажности, это опять же сложность планировки, повышенная этажность, сложность проведения при эвакуации людей, то есть это опять же время затрачивается на эвакуацию. Не все здания оборудуются системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения, которые все способствуют развитию пожара и наличию травмированных людей. В таких зданиях необходимо соблюдать также и организационные мероприятия, которые возлагаются на председателях КСК. Зачастую председатели не работают с людьми, с жителями данных жилых домов по запрету курения в подъездах. Это очень часто и распространенное явление, когда в подъездах наших жилых домов курят, оставляют бучки, оставляют неподтушенные спички, окурки сигарет, которые впоследствии приводят к крупным пожарам, либо к гибели людей. 15 февраля стартовала акция по пожарной профилактике в зданиях повышенной этажности, которая продлится до 15 марта. В этот период нами проводятся профилактические рейды в жилых домах повышенной этажности, раздаются памятки, проводятся беседы, инструктажи с разъяснением элементарных правил пожарной безопасности, а также по проверке и наличию подъездных путей к данным зданиям. В ходе проведенных рейдов наблюдаются такие нарушения правил пожарной безопасности, как курение в неустановленных местах, это те же самые лестничные клетки, лестничные марши, эксплуатация, либо монтаж электроустановок по горючему основанию, соединение путем механических скруток, отсутствие автоматов защиты в электрощитовых ящиках, где расположены приборы учета электроэнергии, отсутствие информации о месте хранения ключей от технических этажей подвалов, отсутствие знаков пожарной безопасности, указывающих наличие ближайшего противопожарного источника водоснабжения, также отсутствие подъездных путей. Во-первых, если это здание многоэтажное, и если в этом здании находятся лифтовые шахты, ни в коем случае не покидать здание, используя лифты, так как при возникновении пожара, прибывшее на место подразделение сообщает службу электрических сетей, которые либо локально, либо прибыв на место происшествия, обестачивают объект от подачи электроснабжения. Поэтому, пользуясь лифтами, на момент возникновения пожара вы можете оказаться в ловушке, так как пожар всегда сопровождается с отключением электроснабжения. Во-вторых, нужно всегда знать номера телефонов противопожарной службы, то есть это 101, либо 112. С любой точки Казахстана на безвозмездной основе можете позвонить на данные номера и вызвать на помощь. В-третьих, ни в коем случае при возникновении пожара не оставаться в квартирах или жилых домах, собирая ценные бумаги, вещи, документы, при которых необходимо немедленно покинуть горящие здания, осмотреться. Возможно, вы находитесь или рядом находятся близкие, родственники. Можете по пути постучать в соседние квартиры, чтобы все покинули помещение. На момент прибытия пожарных подразделений задача пожарных в первую очередь это эвакуация населения из горящего здания, а также спасение людей. После этого принимаются меры по ликвидации пожара, либо принимаются данные меры параллельно и сопровождаются вместе с действием по спасению людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова